ПЕСНЯ 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 Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Варсонофий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Представители Государственной Власти города Санкт-Петербурга, Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с Днем Первоверховных Апостолов Петра и Павла с праздником Исторического Собора города Санкт-Петербурга, в котором мы сегодня совершили Божественную Литургию. Уже становится традицией, что Патриарх каждый праздник святых Петра и Павла проводит в городе Санкт-Петербурге и совершает вместе с епископатом и клиром Санкт-Петербургской Метрополии Божественную Литургию в присутствии многих и многих благочестивых людей. И всякий раз, когда задумываешься о жизненном пути святых апостолов, то возникает очень много вопросов. Вообще повествование об жизни апостолов, об их трудах, об их мученической кончине – это очень непонятное повествование. Но представьте себе, Господь основывает Церковь, воплощенный Бог, призывает людей, повелевает им идти проповедовать. Они же им посланы, Богом посланы. Ни великим начальником, ни императором, ни каким-то государственным деятелем. Богом посланы. Когда иногда кто-то из нас получает высокий государственный мандат, то позволяет себе делать очень многое, потому что считает, что он имеет законную власть. Власть, которую сообщила ему та или иная государственная инстанция. И про таких людей говорят «О, он высокий начальник». И у этого высокого начальника всегда глубокое убеждение в том, что все должно быть хорошо и правильно. Потому что есть этот мандат, и люди должны слушать его. А какой же был мандат у апостолов? Божественный. Так они должны были идти по миру с высоко поднятой головой. Какие там фарисеи, саддукеи, какие там римские гонители. Все должно было перед ними расступаться. И всякая оппозиция, всякое сопротивление рассыпаться в прах и пепел. Но ведь ничего этого не было. Они прожили страшную жизнь. Апостол Павел повествует во втором послании к Коринфянам, часть которого мы сегодня слышали за литургией. Чего только он не пережил. Трижды тонул. Был изгоняем из городов. Получил 200 без одного ударов палками, будучи римским гражданином, имевшим божественный мандат. Его побивали камнями. На него нападали разбойники. Его никто не защищал. Он получал проблемы и скорби даже от братьев, которых он называет лже-братьями. Вообще, как должен был бы вести себя апостол Павел с точки зрения логики современного человека? Никакого божественного мандата у меня нет. Никакой силы, сопровождающей мою жуткую, страшную жизнь, нет. Потому что как же Бог может допустить столько страданий тому человеку, который его проповедует, который услышал его голос во время своего пути в Дамаск, и который с первого дня стал свидетелем ему даже до смерти. И ведь принял смерть в Риме, будучи усеченным мечом. Апостол Петр, мы меньше знаем о его жизни, но знаем, что это тоже были сплошные скорби. Ему приходилось переходить одного города в другой город. И в Риме, наконец, он был распит вниз головой при императоре Нероне только потому, что не хотел быть распит как спаситель. Вот с точки зрения, как сейчас говорят, здравого смысла, вся их жизнь абсолютное несчастье. И что же это за жизнь? И где же Бог? Мы с вами задаем иногда эти вопросы, не находясь в таких обстоятельствах, как святые апостолы. Что-то просто не сложилось, что-то не получилось, какую-то проблему не решить, болезни какие-то вдруг стали человека угнетать. Иногда закрадывается мысль, и Богу молюсь, и на церковь жертвую, и паломничью. А в чем дело-то? А почему ничего не происходит? Вот каждый должен в тяжелый момент жизни, когда вдруг чувствует ослабление веры, вспомнить жизнь святых апостолов. Но у нас всегда остается на мирную кончину. Обстоятельства жизни совсем другие, и разбойники уж так не нападают, и палками никто не бьет, и камнями не побивают, и уж если по морю плаваем, то кораблекрушение – величайшая редкость. И не думает никто о том, что его жизнь закончится страданиями, смертью. А ведь апостолы такую жизнь прожили. И вот возникает при чтении этой истории об апостольской жизни, об апостольских страданиях вопрос, а где Господь-то? А где Он? Как Он им помогал? И ответ удивительно простой. Он не спас их даже от насильственной смерти. Он не ограждал их от этих человеческих напастей, от различного рода природных бедствий. Он как будто бы вообще не помогал им. А что в результате? А в результате вот эти несчастные, отверженные обществом люди. Про них бы сказали фанатики. Куда они идут? Что они делают? Кого они проповедуют? Они перевернули весь мир. И возникает вопрос, они что одни только были несчастные за всю историю рода человеческого? Нет. Только они одни за идею умерли? Нет. А где те результаты других страдальцев? Не знаем. А вот результаты страдальщикской жизни апостолов, их блаженной мученической кончины, знает весь мир. И мы с вами, люди 21 века, в северной столице России, в ее историческом кафедральном соборе, сегодня с благоговением вспоминаем святых апостолов, молимся им. Но давайте молиться им еще о том, чтобы Господь укреплял нашу веру в страданиях наших. Чтобы мы не ослабевали тогда, когда ослабевают наши физические и духовные силы. Чтобы мы не роптали на Бога тогда, когда что-то в нашей карьере не складывается. Или как в бизнесе многие сегодня говорят, что не получается, вот денег начинаешь меньше зарабатывать, и многим кажется, что это чуть ли не конец жизни. Вот когда в такие обстоятельства верующий человек попадает, он должен вспоминать апостолов. Но еще о чем-то должен думать. Апостолы делали все для того, чтобы укрепить веру в Господа и Спасителя. чтобы укрепить Церковь Божию. И если в наших трудах есть какая-то частица, направленная на то, чтобы вера в людях утверждалась, чтобы жизнь Церкви становилась более яркой, эффективной, сильной, пастырски воздействующей на людей, то тогда у нас есть дерзновение Господу просить «помоги мне», потому что я не только о земном и о своем болею, я хочу, чтобы и имя твое прославлялось в детях и правнуках моих. И глубоко убежден, что так и будет. С каждым, кто с именем Божиим и без ропота может преодолевать трудности своей собственной жизни, и кто хотя бы частицу этой жизни посвящает славе Божией. наученные этим дивным примером первоверховных апостолов, пойдем по жизни, продолжая их служение, каждый в меру своих сил и возможностей, но сознавая при этом, что человек, сознательно крестившийся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, одним только вхождением в церковь уже предназначается к апостольскому служению. Поэтому мы церковь называем апостольской не только потому, что ее создали апостолы, но потому, что она несет великую апостольскую миссию через века, через различные культуры и цивилизации, через мирное время и страшные потрясения. Она устремляется навстречу Богу, Спасителю, грядущему к нам с небес. И этот великий возглас первых христиан Маранафа, Ей гряди, Господи Иисусе, есть возглас всей церкви апостольской, которая полагает свои труды для того, чтобы навстречу идущему Спасителю вышли многие-многие поколения. Великий собор рода человеческого, сохранившего свою веру в Господа и Спасителя, кровью Своею стяжавшими церковь свою. Аминь. С праздником поздравляю всех вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова